Настя, прошу на связь. Добрый день, коллега. Вот, всем спасибо. Я рада видеть вас на следующем вебинаре нашего трека, который посвящен, как обычно, презентациям, каким-то хитростям, секретам, советам о том, как работать с ними. Сегодня я буду говорить о той теме, про которую мы с вами обсуждали уже неоднократно. Это иллюстрации, фотографии и иконки. Я повторяю этот вебинар уже третий раз, каждый раз добавляю какую-то новую информацию, немножко меняя подход и, конечно, каждый раз собираю для вас новую коллекцию ссылок на те сайты, на те сервисы, которыми вы можете пользоваться для создания своих красивых, хорошо проиллюстрированных презентаций. Поэтому даже если вы видели записи предыдущего вебинара, сегодня вы найдете для себя новую информацию. И прежде чем я перейду к основной теме, хочу показать вам одну интересную картинку. Я долго искала способ, как объяснить разницу между векторным и растровым форматом. И, наконец, руками одного из художников, создающих комиксы, я нашла, по-моему, совершенно идеальную иллюстрацию, показывающую разницу между растром и векторным форматом. Посмотрите, левое растровое изображение состоит из отдельных точек, из отдельных пикселей. Правое изображение, вроде бы та же самая картинка, только немножко в упрощенном варианте, состоит из векторов, из линии, ограниченных точками. Они сгибаются, они могут замыкаться, создавая какую-то область, залитую определенным цветом. Но в общем и целом эта картинка вычисляемая, а значит, ее можно увеличивать, ее можно уменьшать и даже можно изменять без потери качества. Невозможно передать в наш реальный мир, то есть, говоря условную фотографию, в векторном формате. То, как видит наш глаз, то, как видит наш мозг, это фактически именно растровое изображение, какие-то отдельные области пространства. А вот векторные форматы, это ближе как раз именно к цифровой графике, к тому, как передает изображение нам компьютер, как передает изображение цифровое устройство. Поэтому лучше всего для презентации, для того, что мы показываем на экранах монитора на проекторах, использовать иллюстрации в векторном формате. Я думаю, что я сохраню эту иллюстрацию и буду ее использовать во всех своих курсах, и каждый раз, когда меня будут спрашивать, чем же отличаются форматы изображения друг от друга. Ну, а сейчас к нашей теме иллюстрации фотографий и иконки, когда и что используем мы в нашей презентации, и каким образом это лучше всего располагать на слайдах. И первая ситуация – это та ситуация, когда мы иллюстрируем определенный тезис. В данном случае то, что мы показываем на экране, должно максимально точно отражать наши мысли. Это не могут быть какие-то случайные иллюстрации, не могут быть какие-то случайные картинки. Вот если мы говорим об иллюстрации тезиса, то все изображения тщательно подобраны, и их из презентации выкинуть нельзя. Что относится к вот этому случаю? Фотографии тогда, когда вы говорите непосредственно о них. Например, вам нужно отчитаться о том, что произошло какое-то событие, о том, что вы что-то делали, и у вас есть вот такие фотографии репортажного плана, вы добавляете именно их в свою презентацию. Если нужно показать ход какого-то опыта, ход какого-то действия, вы тоже делаете фотографии во время. И получается, что репортажные фотографии как раз наилучшим образом подходят для иллюстрации определенного тезиса. Следующая ситуация – это скриншоты. Когда вы объясняете, как работать с какой-то программой, как я всегда говорю, вот все те примеры, что показываю, это примеры из реально существующих презентаций на разных языках по совершенно разным темам. И это очень-очень старая презентация на одном специфическом мероприятии, где показывали, как вырезать фон изображения без использования хромакейс, используем хромакейс, используем разных приемов. И вот как раз показывали на примере одной конкретной программы. Понятно, что в этом случае без скриншотов было не обойтись. Очень сложно на пальцах объяснить, куда именно нажать на программу, какие выставить параметры. И в данном случае как раз иллюстрацией тезиса может являться скриншот. И, наконец, иллюстрацией тезиса может являться инфографика. Причем инфографика совершенно разная. Это может быть какая-то организационная схема, как соотносится между собой части. Это может быть схема процесса, например, workflow, как мы работаем над презентацией, где берем иллюстрации, какую программу выбираем, в какой конечный формат выводим. Это может быть график, диаграмма, линейная столбчатая линия тренда и так далее. Но про инфографику мы с вами как раз будем говорить на следующем вебинаре. Поэтому сегодня я долго на этом примере останавливаться не буду. Итак, иллюстрации тезиса – те изображения, которые мы не можем выкинуть из презентации без определенной потери смысла. Какими они должны быть? Вот несколько советов, которые я могу вам дать. И вы можете свои советы написать в чате, чтобы мы обменялись своими знаниями, своими компетенциями. То есть в первую очередь, на что я хочу обратить внимание, что иллюстрировать тезисы вы можете только собственным контентом. То есть стоковая фотография не может служить фотодоказательством того, что вы провели какое-то мероприятие. Вы не можете взять какой-то совершенно сторонний скриншот и добавить его как иллюстрацию того, как работать с программой. Потому что желательно, чтобы было на том языке, на котором будут эту программу использовать пользователи, чтобы были ваши собственные примеры, которые вы можете показать в варианте до или после. Редокое исключение – это чаще относится к инфографике. И здесь нужно обратить внимание на то, что большинство инфографики, созданных для сайтов, созданных для интернета, располагаются, как правило, в вертикальном формате, а если в горизонтальном, то они интерактивны, и их сложно целиком и полностью перенести в презентацию. Поэтому чаще всего придется, конечно, эту инфографику перерабатывать, дорабатывать так, чтобы она лучше смотрелась в ваших презентациях. Поэтому вот иллюстративный материал – это ваши собственные изображения, опять же, что лишает нас необходимости задумываться об авторских правах, ваши собственные базы картинок, может быть, сканы из ваших книг. Такое изображение очень и очень информативно. То есть нам важнее то, что показано, чем то, как оно смотрится. Мы не будем накладывать на инфографику какие-то инстаграмные фильтры для того, чтобы это смотрелось эстетичнее. Нет, нам намного важнее, чтобы пользователь мог почитать, рассмотреть, увидеть все важные элементы. И именно поэтому мы обычно не говорим о том, как можно вот такие вот изображения приукрашивать, делать их лучше. Намного важнее поставить их в настолько хорошем качестве, чтобы можно было их внимательно изучить. То есть в первую очередь это полный экран от рамки до рамки, от границы до границы. Как можно больше пространства мы занимаем такой иллюстрацией. И очень хорошее качество изображения, чтобы можно было его рассмотреть. А в некоторых случаях даже скачать или сохранить себе и рассмотреть еще и с определенным увеличением. То есть здесь мы ставим во главу угла, конечно, именно качество иллюстрации. А теперь несколько примеров. И я хочу, чтобы вы вместе со мной их обсудили в чате, чтобы у нас получился небольшой разговор, небольшой диалог. Вот обратите внимание, есть слайд с некоторой презентацией, и здесь в качестве иллюстрации использована фотография. Это журналы РПК с определенной инфографикой. В каком случае вот эта фотография будет иллюстрировать тезис? А в каком случае она будет просто абстрактным изображением? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в чате. То есть в общем и целом, да, это просто картинка, это просто фотографии журналов красиво разложены и показаны. Их вполне можно вот в том или ином варианте найти в некоторых фотобанках. Так, если важна структура страницы, если мы обращаем внимание, но тогда нарушается как раз вот одно из правил, что можно рассмотреть. Было бы тогда скорее логично сделать скан, отсканировать вот эту страницу или разворот, для того, чтобы не было нарушения перспективы, для того, чтобы можно было в хорошем качестве рассмотреть все детали. Еще какие-то варианты? Так, для тезиса подходит мало. То, что на развороте журнала, подтверждение того, что это используется солидными экзаменами, если об этом говорилось в тексте выступления. Да, совершенно верно. Правильный ответ, если об этом говорится в тексте выступления. То есть в данном случае, если спикер рассказывает конкретно про журнал РБК, конкретно про вот эту вот инфографику, которая находится на развороте. И это доказательство того, что этот материал реально существует, он реально опубликован, и его можно найти, посмотреть. Для ссылки, для рекламы, может быть, как один из вариантов. Пример возможности разворота в журнале. Тогда тоже, наверное, логичнее было бы сделать акцент именно на развороте, убрать вот этот второй журнал и сделать меньше белого пространства. То есть в данном случае эта фотография будет являться иллюстрацией тезиса в двух случаях. Либо перед нами выступает журналист РБК, один из авторов этого материала, и рассказывает о своем практическом опыте, либо спикер рассказывает о конкретно вот этой вот инфографике, которая есть на развороте, причем рассказывает не с точки зрения данных, а с точки зрения журналистского материала, как собирали информацию, как публиковали, как распространяли. Во всех остальных случаях это будет просто изображение, как будто взятое из фотобанка. И только в том случае, если автор презентации в журнале с РБК, либо в том случае, если презентация посвящена конкретно этому материалу, только в этом случае мы видим перед собой иллюстрацию тезиса. Является ли вот это вот изображение иллюстрации тезиса по вашему мнению? Журнал РБК. Они выпускают инфографику и в журнале, и у них есть очень интересные интернет-проекты. Так, вопрос такой. Слайд, картинка, является ли она иллюстрацией тезиса? Так, да, нет, нет, да, маловероятно. Проверяем. Как мы можем проверить, является ли это иллюстрацией тезиса? Иллюстрация тезиса в том случае, если мы это изображение выкинем, то презентация станет неполной. Насколько важно в данном случае видеть перед собой предполагаемый портрет автора вот этого вот высказывания? Насколько это важно для участников? Можно ли заменить на другое изображение? Да, вполне можно найти какую-то другую картинку, подставить ее, да? Можно убрать ее вообще, можно поставить какое-то абстрактное изображение, можно просто эту цитату оформить красиво, сделать просто текстовый слайд. То есть в данном случае эта картинка не является иллюстрацией тезиса. И вот теперь еще один очень и очень интересный пример. Смотря для чего дана иллюстрация, ну вот, понимаете, если бы она дана была для того, чтобы Акама узнавать в лицо, тогда это, возможно, была бы иллюстрация тезиса. Но это вряд ли у слушателей будет возможность встретить этого человека в реальной жизни, верно? Так, хорошо ли иллюстрировать тезис не прямой иллюстрации, а связанной по ассоциации? Это будет как раз у нас в следующей части вебинара. В данном случае мы говорим вот прямо про то, без чего обойтись нельзя. Да, вы можете сделать какую-то ассоциацию, но в некоторых случаях вы не можете обойтись без, например, схемы. Если вы говорите о таблице Менделеева, очень странно ставить какой-то вот мем с таблицей Менделеева, когда вам нужно показать, из чего она состоит, какие элементы в ней есть, какие показатели указаны в ячейках. Так, еще один пример. Здесь, конечно, можно поспорить, вот в данном случае, когда это является иллюстрацией тезиса, а когда это является просто изображением. Если важно, чтобы все увидели, какие именно иллюстрации рисует чиновница. Вот здесь, зная, чему именно посвящена эта презентация, это как раз такой пограничный случай. С одной стороны, автор использовал вот эту приблизительную диаграмму как шутку. Это для того, чтобы аудитория могла посмеяться. То есть, с одной стороны, это как раз такое юмористическое изображение. С другой стороны, это очень-очень наглядный пример того, что может сделать человек, не особо искушенный в инфографике и не умеющий расставлять акценты. Поэтому я считаю, что это очень хороший пограничный пример. Это собственная иллюстрация, то есть, эту диаграмму нарисовал автор презентации. Это не какая-то картинка из фотобанка. И в то же время это довольно смешно, весело и очень-очень наглядно. Ну и, наконец, заканчивая разговор по иллюстрации тезиса, хочу дать один небольшой совет. Если в качестве основы презентации вы используете фотографии, я довольно часто вижу такие презентации для того, чтобы библиотеки отчитались в своих мероприятиях, для того, чтобы рассказать об открытом уроке в школе, для того, чтобы сделать, например, какую-то обзорную презентацию о клубе или об учреждении для интернета. Если вы используете большое количество фотографий, тем более фотографии сделаны в разное время и на разную технику, то они у вас заметно отличаются, я уже не говорю даже про соотношения сторон, за которыми тоже не всегда следят авторы презентации, но они, в принципе, из-за особенностей фототехники, из-за особенностей телефонов, камер, они отличаются по цвету. И для того, чтобы они смотрелись как единая цила, для того, чтобы ваша фотография, ваша презентация не выглядела небрежно, как будто вы просто взяли первые попавшиеся снимки и добавили их на слайды, желательно сделать для них цветокоррекцию. Но полноценная цветокоррекция, приведение к единому знаменателю, это на самом деле довольно сложно. Нельзя набросить на 15 разных фотографий одинаковый фильтр и получить 15 фотографий в единой цветовой гамме. И вот здесь на помощь приходят сервисы, которые позволяют перекрасить фотографию в два конкретных цвета. сделать дуатон. В этом случае намного проще привести фото к единому знаменателю, и вы можете, например, выбрать единую пару цветов для всех снимков, или даже покрасить в разные цвета снимки, но при этом все равно вот это вот единое ощущение, единый визуальный стиль всей презентации у вас сохранится. Мой любимый сервис для этого – сервис ShapeFactory Duatone. Здесь вы можете либо сфотографировать себе QR-кодом и перейти на сайт, либо в презентации, которую можете скачать во время или после вебинара, в PDF-файле все ссылки кликабельны, и вы можете переходить на сайты и пробовать в них работать. Между прочим, я сегодня отдельно обращу внимание, и вот большая часть тех сервисов, которые я буду показывать, за исключением буквально одного слайда, не требует никакой регистрации. Вам не нужно вводить адрес электронной почты, логиниться через социальные сети, вы просто загружаете снимок и скачиваете себе результат. Так, отлично. Теперь давайте поговорим про те слайды, которые позволяют задать определенное настроение. То есть это уже не обязательные картинки, мы можем их легко выкинуть или заменить на другие без потери смысла. Они нужны нам как раз для того, чтобы задать определенное настроение, пошутить, показать какой-то довольно сам по себе абстрактный пример или напрямую обратиться к аудитории. Для этого мы можем использовать фотографии, то есть точно так же, как для иллюстрации и тезиса, мы используем фотографии, но в этом случае фотографии обычно идут из фотобанка. Они скорее постановочные и предметные, чем репортажные, которые мы использовали для иллюстрации тезиса. Именно такой контент я в первую очередь вижу в презентациях, неважно, будут ли в маркетинговой презентации или учебной презентации, и вот такой же пример вы видите перед собой на экране. То есть, как правило, такие фотографии нужны для того, чтобы либо показать какой-то предмет, либо для того, чтобы задать определенное настроение, и источником его является в первую очередь фотобанки и подобные им сервисы. Также к вот таким вот эмоциональным иллюстрациям относятся макапы. Я думаю, что вы их неоднократно видели и сами применяли в сервисе Canva, когда есть определенные рамки, и вы в эти рамки перетаскиваете изображение, оно смотрится так, как оно смотрелось бы на экране ноутбука, на экране телефона или на сайте браузера. Особенно много таких макапов на обложке книг или на обложках CD, DVD дисков. Так, если у кого-то еще пропал звук, пожалуйста, просигнальте мне об этом. Слово макап – это калька с английского. Вот так пишется. Так, спасибо, что подсказываете. Звук есть. Вот. И как раз по запросу макап можно найти очень много интересных примеров. Макап переводится как макет, но если мы, вот обычно говоря о презентациях о слайдах под макетом, имеем в виду порядок расположения элементов на слайде, то английский вот эти калька и макап мы называем иллюстрации, в которые можно вставить свое фото. Например, есть макапы для футболок, когда вы просто перетаскиваете свое изображение и смотрите, как бы выглядела футболка, если бы на ней был определенный принт. Вот такие вот макапы позволяют показать, условно говоря, в естественной среде обитания определенные предметы. Если вам нужно показать скриншот какого-то сайта, он, конечно, будет лучше смотреться, если вы покажете его на экране ноутбука, чем если вы просто разместите его на весь слайд. То есть в некоторых случаях иллюстрации будут смотреться лучше, когда они встроены вот в такие рамки макапы. И будут смотреться, конечно, несколько разнообразней, чем вы будете ставить стандартные прямоугольные иллюстрации везде. И, наконец, последний вариант – это иллюстрации. Они бывают совершенно разные. Есть вот такие вот картинки, как у Кирилла Анастасина, которые он очень активно использует в своих презентациях. Это не иллюстрация тезиса, но они каким-то образом как раз по ассоциации соотносятся с тем, что он говорит в этот момент с экрана или со сцены. Они задают определенное настроение, демонстрируют какие-то известные его аудитории ситуации и, естественно, повышают настроение, а, соответственно, и лояльность к спикеру. А есть иллюстрации с рамкой, то есть как фотография ограничена прямоугольная или квадратная рамка. А есть иллюстрации без границ. Как правило, они в PNG-формате, то есть на прозрачном фоне. И их можно более естественно встроить в вашу презентацию. Я предпочитаю работать именно вот с такими иллюстрациями, с иллюстрациями без границ. К тому же подобного рода иллюстрации можно найти и в векторном формате, в SVG-формате, а значит и работать с ними внутри презентации будет несколько приятнее. Я могу увеличить или уменьшить, так как считаю нужным. Могу при необходимости перекрасить или, например, добавить тень. Если иллюстрация в формате JPEG, то тень у нее появится по границе самой иллюстрации. А если на формате SVG, то есть у PNG, то у JPEG есть определенная рамка. Даже если это изображение на прозрачном фоне, все равно у него есть рамка, и тень или отражение появится на границах этой иллюстрации. А вот если в формате SVG, то тень появится строго по контуру изображения. И будет таким образом смотреться естественнее. Но про SVG иллюстрации еще немного позже. Так, и опять же несколько советов о том, как использовать подобные изображения. Вам нужно найти хороший, удобный, понятный для себя источник подобных фотографий или источник подобных иллюстраций. Есть большое количество фотобанков, графических подборок. Есть сервисы, которые позволяют создавать иллюстрации по принципу сбора деталей, как в лего-конструкторах. Нужно найти несколько удобных, простых, понятных для себя. Если вы часто пользуетесь, то возможно даже зарегистрироваться, чтобы получать какие-то дополнительные привилегии и начать в них уверенно ориентироваться, чтобы понимать, где формат JPEG, где формат SVG, где формат PNG, и как именно лучше скачивать в данном случае иллюстрацию. Обязательно обратите внимание, как сервис просит ставить атрибуцию на его изображение. Это важно для соблюдения авторского права. Это может быть прописано в тексте лицензии. Это может быть прописано сразу под каждой иллюстрацией свой конкретный случай, нужно ли указывать автора, нужно ли указывать ссылку. И, пожалуйста, обращайте на это внимание. Если вы берете с какого-то сервиса и он просит указать авторство, не избегайте вот этой вот обязанности. Нет ничего сложного, чтобы поставить, например, на последнем слайде вашей презентации небольшую активную ссылку на этот сервис, так какого-то требуют правила. Это поможет избежать каких-то вопросов, которые могут возникнуть в будущем. Вы знаете, что у нас сейчас требования к соблюдению авторского права становятся все более жесткими и все более обязательными к исполнению. И, опять же, по этой же причине я рекомендую выдерживать единый стиль стиль с презентацией, то есть использовать один и тот же набор иллюстраций, один и тот же набор иконок, один и тот же с одного и того же сайта скачанный, с одного и того же набора скачанный набор оформления. Во-первых, вам будет достаточно поставить одну ссылку, а не ставить ее на каждой фотографии отдельно. Во-вторых, вся презентация будет смотреться как единое целое в одном стиле. Опять же, несколько примеров. И опять же, из реальных презентаций. Здесь в качестве иллюстрации использована фотография собаки. Возможно, она обтравлена, то есть у нее удален фон. Может быть, это сразу снимок в ПНГ-формате, и эта собака общается с аудиторией. Я очень люблю именно вот такие иллюстрации в презентации, потому что, во-первых, персонажи сразу делают вашу презентацию более человечной, особенно если вы не выступаете сами, а даете такую презентацию для самостоятельного изучения или просмотра. Во-вторых, взгляд неважно человека, животного или рисованного персонажа сразу приковывает внимание. Это позволяет сакцентировать внимание на чем-то, а в данном случае собака еще смотрит прямо на зрителя, и значит, ваша аудитория легче воспримет вот этот вопрос, написанный на слайде, как вопрос, на который они должны дать ответ. Ну и, наконец, это всегда позволяет задавать какое-то настроение, всегда смотрится очень мило и приятно. Вот подобные картинки могут быть сильно нестандартными. Мы привыкли даже... Такую картинку можно взять в фотобанках. То есть в фотобанке легко по запросу «Док» можно поискать и найти что-то подобное. Мы привыкли к тому, что изображение имеет определенные акцентные детали, что оно, в принципе, довольно простое и читаемое. Но вот такие картинки – это тоже сама по себе очень достойная и наглядная иллюстрация. Специально на сайте сильно-сильно уменьшен масштаб, чтобы вошло большое количество проектов. И вот в данном случае какую эмоцию нам транслирует вот эта вот графика? То есть мы помним, что мы задаем какое-то определенное настроение, создаем какое-то впечатление. И в данном случае нам автор презентации говорит «Смотрите, как много разнообразных работ». Может быть, он говорит «Смотрите, как легко найти нужное вам». Или говорит «Смотрите, наоборот, какой информационный перегруз выбранный вами теме». То есть так или иначе он задает настроение. И обратите внимание, что вот как раз в левом нижнем углу есть ссылка на то, откуда этот скриншот был сделан. Даже несмотря на то, что это не авторская иллюстрация, все равно автор этой презентации ставит активные ссылки. И, наконец, еще один пример. Это вариант нестандартный. Помните, я вам советовала определиться со стилем и внутри всей презентации использовать картинки в едином стиле. Вот такие примеры очень-очень красивы, потому что их делают профессиональные художники и дизайнеры. Они умеют сочетать и иллюстрации, сделанные от руки, и иконки, и какие-то яркие графические элементы, и фотографию. То есть сочетать совершенно разные вещи в единое целое. Это, конечно, профессионалы своего дела. Смотрится впечатляюще, смотрится очень красиво. Но вот так вот повторить, условно говоря, в быту на самом деле очень и очень сложно. Я все смотрю на эту презентацию, думаю, ну как же это гениально, просто и легко. Вот эта вот небрежная красная линия сбоку, которая идет через все слайды. Она вот так вот ненавязчиво и легко объединяет все слайды в единое целое. Думаете, у меня хоть раз получилось повторить подобный эффект? Увы, нет. Так, и еще один небольшой совет. Я долгое время смотрела на те примеры, которые мне попадались, вздыхала, переживала и решила, наконец, что на этом нужно, наверное, отдельно сделать акцент. Если вам нужно на одном слайде поставить несколько фотографий, а мы с вами уже говорили, да, что снимок, иллюстрацию, которую нужно изучить, ее нужно ставить в полный экран, и в единственном числе никаких других элементов на сайте быть не должно. Но если у вас это изображение как раз для создания впечатлений, если вам специально нужно между собой сравнить несколько картинок, то не стоит использовать для этого привычный коллаж, то, как, может быть, предлагает сам PowerPoint, то, как нам проще и привычнее расположить фотографии, а нужно походить по веб-сайтам и посмотреть, какие сетки они используют для того, чтобы сочетать несколько кадров. Вот типичный пример. Четыре фотографии с разными людьми, и вот так вот, например, предлагают их по умолчанию расставить PowerPoint. Во-первых, здесь очень много недостатков, я думаю, вы сами легко их перечислите, да, и слишком большое пустое пространство посередине, которое разъединяет картинки, и то, что непонятно, как бы, как их рассматривать, непонятно, какое именно изображение здесь главное. И поэтому я предлагаю посмотреть на варианты веб-сайтов и поменять расположение снимков. Например, вот этот вот порядок имитирует слайдеры на сайтах, когда мы кликаем по миниатюрам внизу, и заглавная фотография меняется. Да, мы тоже можем сделать это в PowerPoint интерактивным через определенные триггеры и действия, но на самом деле не обязательно, потому что просто это типичный пример, и мы сразу видим, что одно изображение главное, и обратить внимание нужно на него. А снизу изображается миниатюр. Я поставила здесь три и выровняла по краям. На самом деле их может быть больше, они могут выходить за границы основного изображения. Вариантов здесь на самом деле несколько больше. Главное, что есть основная фотография, на которую наше внимание падает в первую очередь. Вот это вариант расположения из социальных сетей, а именно из контакта, когда есть три снимка горизонтальных и один снимок квадратных, он автоматически располагает снимки вот в таком порядке. И тоже привычно выглядит такая сетка. Тоже есть акцент на первое фото, на основной снимок. И в то же время занято все пространство кадра. Я бы добавила здесь тонкие белые рамки для того, чтобы немножко визуально отделить фотографии друг от друга. Но в общем и целом можно использовать вот такое вот расположение. То есть это пример из социальных сетей. И вот такой пример более сложный. Это тот вариант сетки, который предлагает канва. То есть у канвы прямо есть отдельный набор сеток для расположения фотографий. Только обычно по неопытности авторы в каждую ячейку закладывают отдельный снимок. Здесь восемь ячеек. И неопытный создатель, неопытный дизайнер положит сюда восемь фотографий. Так будет смотреться не очень хорошо. Надо балансировать пустые и не пустые ячейки. И вот пустые ячейки просто заливать одним из тех цветов, которые присутствуют на фотографии. В этом случае снимки между собой равнозначно. Не выделяется ни одно фото как главное. Но их воспринимать намного легче и намного проще, чем вот в этом примере. И уж тем более они работают как единая композиция, а не как четыре разрозненных объекта. Если какие-то вопросы возникают, пожалуйста, сразу пишите их в чат. Про следующий вебинар по графикам я вопрос вижу и в конце покажу. Я не помню, да, к сожалению, наизусть. Все в этом у меня везде подписано и подсказано. Так, и еще один пример. Это те изображения, которые помогают нам сориентироваться на слайдах. И здесь, как вы можете легко догадаться, ссылки на слайдеры, в смысле примеры на сайты, как они выглядят. Мне тяжело сказать, но, наверное, на любом новостном сайте можно посмотреть на главных страницах, как правило, ставят слайдеры. Сетка — это шаблон расположения элементов, который кто-то заранее придумал и настроил. Вам нужно взять просто готовую сетку и внутри нее расположить элементы. То есть, например, если мы берем эту сетку, у нас может быть, например, только одна фотография, а в остальных колонках может, например, располагаться текст. Это будет колоночная верстка текста, как это выглядит в журналах, в газетах. Сетки начали использовать именно для газетной и журнальной верстки, но сейчас они активно применяются и в веб-дизайне. Сетка делается в какой-то программе, но в некоторых программах есть преднастроенные сетки. В PowerPoint, например, сетки делаются с помощью направляющих. Вы вытаскиваете направляющие и расставляете их так, как вам нужно. А вот в конве есть уже готовые сетки. Прямо можно написать запрос по поискам в конве сетка, и он вырос в большое количество вариантов. Они очень удобно расположены. Сетка на два элемента, сетка на три, на четыре. Вот так вот по возрастающей. По-моему, 12 у них максимум. Прошу прощения, я со своей стороны звук никаким образом увеличить не могу. Следующая ситуация, когда мы помогаем нашей аудитории сориентироваться на слайдах. Для этого в первую очередь мы можем предложить использовать определенные иконки, то есть те служебные элементы, которые дизайнеры уже нарисовали сразу для того, чтобы помочь людям сориентироваться. Иконки – это небольшие упрощенные изображения, которые подсказывают, может быть, что написано под ними, какой раздел будет следующим, а может быть, подсказывают, куда перейти дальше. Иконки могут быть очень простые. Буквально вспомните иконку кнопки «Плей», иконку кнопки «Пауза». Это просто геометрические объекты, элементы, но тем не менее они известны по всему миру. Их любой человек в земле однозначно считает запустить изображение и поставить изображение на паузу. Бывают довольно сложные иконки, вот как те примеры, которые вы видите сейчас перед собой. Они изображают какие-то более сложные понятия. А еще на слайдах помогают сориентироваться рисунки. Это могут быть действительно просто мышкой рисованные изображения, подчеркивания строчки, написанный текст, нарисованные стрелочки, обведенная кнопка на скриншоте. Могут быть хайлайты, когда мы заранее продумываем и прикидываем, как мы выделим какой-то элемент текста. Но вот в данном случае, вот она живая презентация, тут же автор заранее подчеркнул какие-то моменты текста. Чтобы аудитория из зала не читала весь этот огромный текст, он сразу показал, на что нужно обращать внимание в прочтении биографии и как именно найти менторов, которые позволяли развиваться человеку, менторов или наставников. Хайлайты – это вот, знаете, сейчас... Вот. Хайлайтер. Маркер для выделения текста. Маркер текста-выделитель, вот его английское название, хайлайтер. И в некоторых сервисах, например, я активно пользуюсь PowerPoint Labs, расширением для PowerPoint. Там эта функция так и называется – настроить хайлайт для текста. Имеется в виду подсветить какой-то объект на слайде. Вы можете подсветить его реально, физически, указкой. То есть указка и лазерная указка – это возможности подсветить какой-то объект на тексте. Можете это сделать программно, то есть заранее нарисовать какие-то объекты, стрелочки, там, рамочки, которые привлекут внимание. А можете вот прямо, например, вот здесь, как я могу в вебинарной комнате, включить инструменты рисования. Мне не очень нравится, конечно, как это реализовано в вебинаре, но, тем не менее, я могу вот прямо во время вебинара сразу подсветить некоторые объекты. Точно так же, как и с изображениями, мы, когда говорим, что мы иллюстрируем тезис, нам не важно, насколько одинаково выглядят картинки, насколько они в одном стиле, насколько они подходят нам важнее, что они передают очень-очень важную информацию. А вот для всех иллюстраций, для иконок, для рисунков, для хайлайтов как раз нужно выбирать единый стиль. Условно говоря, если вы решили подчеркивать красным, вы во всей презентации подчеркиваете красным. Если вы решили, что правильные ответы будут отмечены зеленым, а не правильный красным, значит, не нужно на каком-то слайде подсвечивать их, соответственно, синим и желтым. Служебные элементы всегда второстепенны. Это вот именно дополнения. Без них можно обойтись. Они просто улучшают, просто немного упрощают. Поэтому, конечно, акцента на них быть не должно. Я считаю, что яркие иконки, особенно многоцветные, это не самый подходящий вариант для презентации. Лучше выбрать хорошую иллюстрацию, чем выбрать какую-то лябистую иконку. И вообще все служебные элементы подразумевают то, что вы будете использовать кодирование цвета. Условно говоря, если у вас есть пять ссылок на разделы, и сейчас мы находимся в третьем разделе, то третий раздел будет цветным, а все остальные черно-белым. Или третий раздел будет ярким, а все остальные будут тусклыми. Для этого иконки достаточно просто через стандартные элементы PowerPoint перекрасить в серые цвета. Ничего сложного здесь нет, но уже как раз подскажет вашей аудитории, куда именно им нужно смотреть. И вот примеры как раз таких вот служебных элементов. Посмотрите, вот самый обычный слайд. Есть общий заголовок для раздела, есть подзаголовок, где именно мы находимся сейчас, и внизу просто стрелка вниз. Вот такая же элементарная стрелка, которую мы привыкли видеть на веб-сайтах, которая говорит о том, что крути ниже, там есть что-то интересное. Вот это вот типичная иконка, которая подсказывает навигацию. И противоположный пример. Слайд, на котором есть 4 карточки. И сейчас, благодаря как раз кодированию цвета, мы видим, что сейчас спикер говорит о первом пункте о формулировке цели. Потому что у всех остальных иконок фон серый, я бы еще и сами иконки подкрасила в серый цвет, чтобы совсем акцент перенести только на первую карточку, только на первый столбик. То есть вот очень просто и в то же время очень наглядно. Не старайтесь с иконками сделать что-то вот такое вычурное, что-то такое яркое. Инструменты рисования, то, как вы подчеркиваете его время презентации, во-первых, во многом зависит от платформы. Например, когда Директ Академия выступала на площадке Мирополис, там было намного удобнее пользоваться инструментами рисования, чем вот здесь вот вебинар. И очень зависит от манеры спикера. Как он раскладывает информацию на слайдах, как он привлекает к ней внимание. Если сразу продумать, сразу аккуратно разложить информацию, то к хайлайтам, возможно, и нет необходимости прибегать. Я использую хайлайты только если показываю презентацию на доске Миро, когда у меня вся информация лежит на одном огромном бесконечном пространстве, и там уже нужно выделять тот или иной блок. Когда я показываю на вебинаре обычную презентацию через PowerPoint, я обхожусь без инструментов рисования. У вас может быть несколько другая манера преподавания. И традиционный совет. Иконки стоит сразу искать в векторном формате, в формате SVG. Даже когда вы просто ищите наборы иконок по каким-то сайтам, по каким-то известным вам авторам, сразу обращайте внимание, чтобы они были в формате не PNG, а SVG. Потому что иконки, как правило, небольшие, и векторный формат позволяет их легко увеличить или перекрасить. Сейчас слева вы видите оригинальную иконку, так как она выглядела в наборе, скачена в формате SVG. А справа буквально я поменяла заливку, поменяла цвет границы и ее толщину, и иконка начала выглядеть по-другому. Я думаю, что это не самый лучший вариант. Здесь слишком много получилось мелких деталей при перекрашивании, но зато очень наглядный. Он показывает, как быстро можно упростить какое-то изображение для того, чтобы оно выглядело как именно служебное, как иконка. И, наконец, последнее. Четвертая ситуация. Как пишется формат? Да, конечно. Вот так пишется в три куклы. Есть много других векторных форматов, но PowerPont лучше всего работает именно с этим. А есть еще нативные форматы, то есть родные форматы для Microsoft, векторные, но их в интернете вы вряд ли найдете. Нужно именно конвертировать. Есть ли инструменты особенно полезны для дополнения возможностей PowerPoint? Да, можно те же самые фотобанки вставить как расширение, чтобы искать не на отдельных сайтах, а внутри PowerPoint. Есть несколько определенных расширений, которые я советую участникам курса по PowerPoint. Но, к сожалению, сейчас в рамках вебинара я не смогу вам показать, как ими пользоваться. Возможно, в следующий раз. Особенно много как раз инструментов для добавления иллюстрации. То есть есть расширение прямо по магазину Microsoft, вы можете найти расширение, которое добавляет к PowerPoint библиотеку довольно качественной инфографики. И, наконец, последняя, четвертая ситуация. Так, где нам нужно оформить как-то украсить нашу презентацию, сделать ее, может быть, соответствующей определенному стилю или просто поднять себе какого-то настроения, используя свои любимые цвета. Опять же, два типичных примера. Это фоны, то есть та подложка, которая будет внизу части слайдов или всех слайдов, лучше части, чем всех. и колонн-титулы, в том случае, когда вы обязаны брендировать презентацию, поставить туда определенные надписи и определенные логотипы. Я вижу довольно много брендированных презентаций, где есть и колонн-титулы, и фоны, и не всегда они хорошо сочетаются между собой. Есть для некоторых конференций очень хорошие шаблоны, но, опять же, не всегда это соответствует тому оформлению, которое больше подходит именно для вашей темы. Здесь нужно с каждым случаем разбираться индивидуально и сложно дать какие-то общие советы. Ну, вот все, что я могла, я написала на экране. Если у вас нет какого-то шаблона оформления, то сначала вы слайды размечаете, то есть продумываете, где что должно расходиться, находиться. Будет ли у вас как раз те же самые колонн-титулы, будет ли нужно ставить логотип, будете ли вы ставить какие-то ссылки для навигации. Сначала продумать, это может быть с ручкой или с точком, и только потом переходить к созданию слайдов. То есть обязательно всегда задавайте себе эти вопросы. Во-вторых, когда вы используете определенную палитру в презентации, сохраняйте ее в виде хекс-кодов, 16-ричных кодов, решетка, и дальше потом некоторый код, который описывает определенный цвет. Да, вы можете использовать типовую палитру Пауэрпоинта или даже изменить ее самостоятельно, но если вы захотите, например, потом эту же презентацию вставить на свой сайт, для того, чтобы аудитория могла самостоятельно полистать, и вы захотите, например, написать тем же цветом заголовок, вам очень пригодится, если у вас текст-коды будут сразу куда-то отдельно выписаны. И очень большая просьба, фоновое изображение, если вы хотите поставить какой-то фон на задний план всех или части слайдов, загружайте их через кладку конструктора. Не просто картинку, которую вы ставите на задний фон, часто даже не обрезая, так что она выходит за границы рам, за границы слайда, а именно подгружайте как фон через кладку конструктора. У Пауэрпоинта довольно хорошие возможности по настройке фона, можно его и расширить, и сузить, и в процентах прямо задать соотношение сторон, зато он не сдвинется, не дернется, не испортится, не перекроет никакую часть изображения, и уж точно обрежется, что, например, важно, если вы сохраняете вашу презентацию затем в PDF-формате. И точно так же несколько примеров. Вот в данном случае я автор презентации прекрасно понимаю. Он хочет дать какое-то определенное настроение, но для этого использует не графику, а для этого использует фон. И может быть, даже сама по себе картинка неплоха, особенно учитывая, что на других слайдах инфографика сделана с использованием этих же самых фоновых цветов. Выглядит оно довольно приятно. Но в общем и целом такое изображение отвлекает. Может быть, на некоторых слайдах смотрелось бы уместно, но представьте себе презентацию в 30 слайдов, где вот это фоновое изображение на всех. Так, маякните мне, пожалуйста, если еще желающие посмотреть через конструктор, я тогда включу показ экрана и покажу пример. Самые сложные ситуации с фоном это те, где в качестве фонового изображения картинка с линиями. Вот абстрактное изображение, размытое, там градиент какой-то, все прекрасно, все хорошо, но когда вы берете какую-то картинку с линиями, вы часто как раз смещаете акценты, как вот в этом примере, когда линии еще и перечеркнули части изображения, и получилось не очень удачно. Всегда в качестве фонового изображения я стараюсь выбрать что-то наиболее абстрактное. Ну и, конечно, идеальный вариант фона это одноцветный. С моей точки зрения это самый-самый лучший вариант. Красивые чистые цвета всегда производят сильное впечатление. Не забывайте, да, что фон все-таки не для всех слайдов, а только для тех, на которые вы хотите обратить внимание. Так, я включила показ экрана, надеюсь, вам видно сейчас. Я взяла пустой белый слайд, иду в вкладку конструктор, выбираю вот здесь вот последнюю иконку формат фона. Это как раз дополнительная панелька, которая позволяет настроить. Сейчас у меня стоит сплошная заливка цветом. Я могу ее при необходимости менять. Дальше идет вариант с градиентной заливкой. Точно так же я могу ее каким-то образом перенастроить, найти какие-то другие варианты. Еще один хороший вариант без загружки изображений, это выбрать вариант с узорной заливкой. Иногда тоже может смотреться хорошо, особенно если вам нужно сымитировать, например, страничку с рабочей тетрадью. Немного перенастраиваете, немного меняете настройки, и получается довольно хороший милый фон. Для того, чтобы загрузить какое-то свое изображение, мы выбираем вариант рисунок или текстуру. Сразу подгружается один из заранее приготовленных вариантов. Но нам больше подойдет поиск чего-то подходящего на компьютере. Так, давайте я возьму из вот этой вот папки, чтобы никого сильно не пугать. И вот такое вот изображение. Кот с рыбкой. Сразу становится на фон. Посмотрите, я сдвинуть его здесь не могу никак. Это всегда самый нижний слой, и не сдвигаемый все остальные элементы будут находиться поверх него. Теперь этот фоновый рисунок я настраиваю. Я могу изменить у него прозрачность. Сделать, например, еле различимым сам этот фон. Если он встал не очень удачно, я всегда могу сдвинуть. Вот здесь вот в процентах указать, на сколько процентов я хочу это изображение сдвинуть. Таким образом, я могу даже, например, сделать изображение только на половину моего слайда. Тогда мне нужно, если сдвигать слева, точно так же сдвинуть его, и справа тоже сдвинуть его на определенное количество. И точно так же я могу сместить сверху или снизу вот это вот изображение. Эти же проценты позволят исказить, сплющить рисунок, да, или наоборот, исправить как раз те недостатки, которые были на изображении, если неправильно было выбрано соотношение сторон. И точно так же рисунок можно преобразовать в текстуру. И тогда у вас появится несколько больше настроек. Здесь можно будет настраивать не только смещение, масштаб, выравнивание, и при необходимости еще и настроить отражение этого рисунка, если он занимает только какую-то часть экрана. То есть текстура позволяет, например, замостить вот таким вот образом. Может быть, для некоторых абстрактных изображений это будет смотреться хорошо. Можно найти прямо отдельные паттерны, квадратные такие вот сэмплы, которые позволяют таким образом создать полностью бесшовный фон. Так, не за что. И еще один совет. Для того, чтобы оформить презентацию, вы можете найти несколько абстрактных изображений в едином стиле и затем превратить их в очень классные элементы оформления через функцию кадрирования. Я использую, например, вот такую связку. Это генератор фонов хайки. Он позволяет генерировать абстрактные изображения. И у меня есть готовая палитра, сделанная в определенном сервисе. Немного терпения, немного внимания. Несколько раз нажать на кнопку «Переброс кубика». И у меня готовы три вот таких вот абстрактных фона. Причем они даже сделаны просто через одну функцию. Полностью абстрактный фон с частичной заливкой, с белой заливкой. Правый из них, например, я могу использовать как фон для нескольких слайдов. А из вот этих цветных я могу сделать вот такие вот декоративные элементы. Например, обрезать по кругу, обрезать по какой-то фигуре для того, чтобы сделать текстовые выноски. Или даже залить вот таким вот абстрактным паттерном какой-то определенный текст. Попробуйте. Это на самом деле очень удобно. Вам не нужны какие-то конкретные иллюстрации. Вы просто используете абстрактный фон и по-разному его обрезая и кадрируете, получаете довольно интересные для себя варианты оформления. Сервис, если что, вот хайки, он по вот этой ссылке, по вот этому QR-коду у вас находится. На самом деле все просто. Вы просто скачиваете в формате SVG или PNG. Если вы собираетесь использовать вот таким образом, как я показала на предыдущем слайде, то лучше скачивать в PNG-формате вот такие вот фончики, а затем просто выделяете их и через вкладку «Формат» обрезаете. Вы помните, да, что в платформате можно обрезать, не просто сделать прямоугольную обрезку, но и обрезать в виде какой-то фигуры, хоть в виде звездочки, хоть в виде карабика. Надо показать, да? Давайте так. Я сейчас покажу. Все остальные ссылки вы скачаете в презентации в правом верхнем углу, листочек с запутым уголком. И в этой презентации вы найдете ссылки на другие интересные сервисы. В моей презентации фон сервиса «Хайкида». Это именно оттуда, как я и обещала, именно тот сервис, которым я пользуюсь сама. Так, показываю. Вот три фона и варианты того, как по-разному их можно обрезать. Помните, да, что каждое изображение можно в PowerPoint восстановить до предыдущего состояния. То есть вот какими элементами были раньше. Просто они уже обрезаны. Вот для того, чтобы сделать круглый элемент, я выбираю. Сначала обрезаю по пропорциям квадратные, для того, чтобы у меня получился не овал, а ровный круг. Подтверждаю. И еще раз обрезаю, только теперь уже обрезаю по фигуре круг. Вот у меня получился круглый элемент. Точно так же я могу выбрать, например, не круг, а условно говоря, ну вот пусть будет облачко. То есть любой другой элемент таким образом у меня может получиться. И при необходимости я всегда могу поменять и создать какой-то новый вариант. Здесь вариант обрезки по текстовому баблу. Тоже могу выбрать какой-то один из подходящих вариантов. И его при необходимости всегда легко немножко поднастроить так, как мне нужно. Здесь я не использовала с самого начала обрезку по квадрату, потому что у бабла уже не квадратная фигура. Так, сейчас я верну на место. Верну на место. Значит, как это все выглядит с текстом. Я выбираю текст. У меня есть сейчас несколько элементов. Вот и текст лежит поверх, и снизу у него лежит фигура. Их нужно выделить. И во вкладке «Формат», видите, две вкладки «Формат». Вот это относится к картинке, вот это относится к фигуре. Текст – это фигура. То есть просто найдите нужную вкладку «Формат», и вот здесь слева найдите вот такую малоприметную иконку объединения фигур. Наводите. Он показывает разные варианты. В моем случае я использовала пересечения. То есть я просто объединила фон и текст, получив вот такой вариант. При этом ничто не мешает мне снова включить обрезку и немножко сдвинуть фон для того, чтобы текст смотрелся лучше. Так, как я сделала сектор в первой фигуре? Очень-очень просто. Видите, какое прямо большое достоинство, да? Для того, чтобы работать с фигурой, можно и контур настроить, чтобы хорошо смотрелось. И может быть какие-то эффекты для рисунка сразу найти подходящие. Так, сейчас я верну обратно в круг. Вот. У меня есть круг. Я рисую рядом просто еще один. Контура фигуры нет. Заливку фигуры выбираю вот здесь в другие цвета заливки. Мне нужен белый цвет. И ставлю у него прозрачность 50%. Наверное, переборщила. Наверное, переборщила. Давайте на 30 поставим. И вот, пожалуйста, получился сектор. Так, точно так же можно поэкспериментировать при необходимости и с объединением фигур. Например, вы можете выделить вот эти два элемента и сделать, условно говоря... Так, не тот порядок. Имеет значение, да, в каком порядке вы элементы выделяете. Что выделили на первым, что выделили на вторым. Попробуйте разные варианты. От этого будет зависеть результат. То есть, и попробовать сделать какой-то вариант, например, приготовить полумесяц, которого нет. Да, на самом деле, действительно, это как в фотошопе. Если вы работаете в фотошопе, то с этим вы, конечно, легко справитесь. Да, с текстом мне тоже очень и очень нравится. Посмотрите в презентации. Дальше у вас будут точно так же активные ссылки на сайты, где вы можете взять иллюстрации. Скриншот и дальше идет ссылка. Здесь наборы сервисов. Вот все, которые сервисы со скриншотами, они все не требуют регистрации. Вам не нужно регистрироваться, вводить свою электронную почту, нажимать какие-то кнопки подтверждения. С этого сайта вы просто-напросто скачиваете то, что вам нужно. Например, вот ShapeFest позволяет скачать наборы 3D-фигур. Там, например, есть руки в 3D-варианте, есть иконки социальных сетей в 3D-варианте. Для тех, кто любит такой вариант оформления, этот сайт – настоящая находка. Я обычно пользуюсь сайтом MoneyPixels. Мне очень нравится он сам по себе. И вот в последнее время мой фаворит – Stories, где можно не только найти иллюстрации, причем у каждой иллюстрации 5 разных стилей оформления, но еще и анимировать их, то есть скачать не только в варианте SPG, но и в варианте уже сразу анимированной гифки. Причем анимировать тоже ничего сложного. Там есть кнопка случайного анимирования, которая дает вполне приличные результаты. Единственный сервис, который требует регистрации – это последние варианты. Это Sapiens, который позволяет генерировать вот такие иллюстрации с человечками и тоже в вектовом формате. Но на этом сайте нужно сразу зарегистрироваться. И сервис Blush, который позволяет скачивать либо готовые иллюстрации, либо генерировать такие конструкторы. Видите, здесь 4 блока, и у каждого блока можно менять картинки. Цвет, к сожалению, в бесплатном аккаунте поменять нельзя, но Blush – это тоже хорошая находка. Они очень часто добавляют новые коллекции. Если вы, например, делаете презентацию раз в месяц, то каждый месяц точно найдете на этом сайте что-то для себя новое. И в конце вот здесь еще три ссылки. Это сайты с магазинами иллюстрации, то есть можно купить, и у них есть бесплатные. Немножко сложнее, да, потому что нужно добавить в корзину, нужно ввести адрес электронной почты, подтвердить покупку за 0 долларов, скачать, распаковать. Но если вам нравятся эти иллюстрации, то посмотрите, может быть, вы и здесь найдете что-то для себя. Они скачиваются у вас на компьютере, вы можете их использовать, и эти наборы не требуют указания авторства, не требуют никакой атрибуции. Так, и вы спрашивали последний вебинар. Я обратила внимание, что я дату, к сожалению, на нем не поменяла. Здесь стоит неправильная дата. Так, сейчас я посмотрю. Когда у меня стоит следующий вебинар, к сожалению, я наизусть, увы, не запоминаю. Так, создание инфографики стоит у нас 6 декабря, точно так же в 12 часов. Я сейчас сразу сброшу ссылку в чат. И на этом вебинаре буду вас ждать. Спасибо вам большое за то, что задаете вопросы, за то, что спрашиваете. Я очень люблю отвечать на вопросы, показывать и рассказывать что-то интересное. Надеюсь, что следующий проект по графику тоже будет для вас полезным. На этом я прощаюсь и желаю вам хорошего рабочего дня. Спасибо.